К этому дню самарское студенчество готовилось почти полгода. 354 заявки из 63 высших и среднеспециальных учебных заведений региона. В этом году впервые проводился очный этап. В результате члены жюри отобрали 55 кандидатов на победу. Доброволец, творческий коллектив, спортивная команда, 12 номинаций, самая популярная, интеллект года. Победителем в ней стала Луиза Кирасирова, студентка медицинского университета. Я призываю всех студентов, которые только в этом году поступили в университет или только-только начинать свой научный путь, никогда не сдаваться, стремиться и ваши заслуги всегда будут оценены. Две награды с церемонии унес студент университета путей сообщения Сергей Фроленков. У него премии «Лидер года» и «Гран-при». Сергей на сцене в форме студенческих отрядов. С первого курса он ездит по стране и помогает строить важнейшие объекты инфраструктуры. Начал свою деятельность строительство объектов в городе Сочи, олимпийских объектов. Потом с ребятами работали на полостуре Ямал, работали при строительстве подъездных путей к Керченскому мосту. Хочется отдельно высказать благодарность российским студенческим отрядам, которые действительно являются лучшим движением страны. Я хочу поздравить всех, кто сегодня принял участие. Мы будем делать все, чтобы давать вам возможность, условия создавать, что везде и всюду вы побеждали. Уже практически строим Гагарин-центр. Мы хотим все наши средне-специальные учебные заведения подвести под стандарты WorldSkills. На церемонии вручения премии студенты стали причастными к еще одному важному событию. Когда все награды нашли своих героев, был дан старт программе «Городские волонтеры». Программа «Городские волонтеры» Самарской области чемпионата мира по футболу объявляется открытой! Мы приветствуем всех по критериям, кому от 16 лет на момент мая 2018 года будет и без верхнего ограничения возраст. То есть и школьники, и средний возраст, и волонтеры серебряного возраста тоже могут стать участниками нашей программы. Городским волонтером может стать каждый, но на студентов особый расчет. Те из них, кто вошел в число лучших сегодня, теперь будут представлять Самарскую область на всероссийском конкурсе. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.